Смысл был в том, что как только получилось, что я должен обучить там примерно 160 человек за один курс, то есть это дисциплина, поток, и сразу же возникли совершенно другие инструменты, масштабы и так далее. В целом, в плане самого OpenStreetMap, конечно же, это главный источник данных, который мы сейчас все используем. На данных примерах мы в основном как бы работали с выгрузками, но в этом году уже мы больше переключились на такие как бы какие-то тонкие запросы через Overpass Turbo, когда мы имеем в голове какую-то там идею и точечно достаем то, что нам нужно, и то, чего нет в этих типовых выгрузках. В целом, смысл в том, что представьте, у вас 160 человек, допустим, или 100 с небольшим, которые одновременно делают магистрские диссертации, которые, в принципе, по идее, это что-то вроде исследования, и мы их просили вот картировать эти территории диссертаций, которые периодически накладываются, повторяются из года в год и зачастую это охватывают, ну не то чтобы весь мир, но это во всяком случае территорию РФ 100%. Москва, естественно, там вся в каких-то разных кусочках получается, и ты волей-неволей начинаешь думать, как бы нам сделать какой-то банк данных, особенно в тех случаях, когда студент сам что-то набирает, заполняет, а это достаточно часто бывает, или просто находит какой-то источник данных, который там в голову раньше не приходил, не знаю, вот недавно была история с аэродромами местными, и какими-то, как-то для вертолетов тоже какие-то дромы, какие-то эти площадки, которые на специализированном сайте для этих летчиков, которые ими там обмениваются, и это есть как в формате геоданок. В остальном сейчас это как бы вопрос будет про графику, потому что как такового анализа здесь мы перед ребятами не ставили, в этом году стало побольше таких аналистических ситуаций, но в основном просто хотел вам показать примерно во что выливается вот работа с открытыми данными и каким-то GIS инструментами у архитектора. Очень часто это просто сводится к красивым картинкам и вот таким эффектным как бы хайлайтом, да, то есть, допустим, все объекты вот этих железных дорог, да, потом еще там могут возникнуть какие-то возможные промзоны, и мы рассуждаем о том, как это могло бы застраиваться. И студенты зачастую очень благодарно к этому относятся, здесь вот эта буза даже. Даже там, по-моему, рассматривалась история с общежитиями, которые могли бы расположиться в этих территориях, которые еще не задействованы, ну, в зонах отчуждения для каких-то вот вещей. С выходом, мне кажется, вот у MapZen, вот Гальтон и MapZen, они как-то, вот то, что они начали эти изохроны, считают, что это близко по времени произошло в массовом таком порядке. И вначале мы пользовались это просто как бы скриншотами, то есть ребята это делали. Потом уже, поговорив с Андреем, как бы я, так как в API я совсем не силен, но вот я научился это составлять, ребята вставляли это уже в QGIS в этом году в формате геоданных нормальных, вот. И в данном, ну как бы уже происходил какой-то новый уровень. Безусловно, как вы, ну вот и архитекторы об этом знают, что мы рисуем всегда круги доступности, и иногда это выглядит очень смешно. Там река огромная, проходит железная дорога, у тебя там радиус доступности продолжается проходить в этом месте, хотя в реальности ты там даже не пройдешь из-за, не то что задействовано, но и до 20. В принципе, да, бывают иногда интересные какие-то попытки, допустим, совместить, что-то вот очень такое точечное рассмотреть. То есть пешая доступность домов коммун как туристических объектов. То есть уже человек рассчитывает маршруты, делает какие-то хайлайты по объектам, накладывает территорию какого-нибудь Камеркалежского границы МЦК, Бутырское кольцо, Садовое кольцо. Ну, иногда там может быть границы старой Москвы. Ну, то есть что-то начинается уже сложное. В принципе, активно, конечно, у нас используется и портал открытых данных на данном этапе, но он, то есть для архитектора, да, есть какие-то полезные вещи, типа там ярмарки, детские сады и что-то еще, но самое главное для нас это застройка. По застройке там есть полезный адресный реестр из контуров таких, но он не содержит никаких полезных для нас атрибутов, то есть ни высотности, ничего. Ну, то есть ни этажности, ни назначения, то, что, допустим, есть там два ГИС. Другое полезное, то есть действительно то, что касается архитектуры, это объекты культурного наследия и границы территории памятников, границы зон охраны. Я просто работал именно в генплане в подразделении, которое занимался историческими зонами, поэтому это, как бы, моя такая профессиональная задача. Потому что это действительно очень сильно влияет на архитект, ну, как бы, на понимание, как город устроен, вот это все объекты культурного наследия. Да, ну, естественно, типовое применение, то, что действительно очень радует студентов, это когда есть возможность сравнить совершенно разные объекты, ну, то есть города или там какие-то территории в одном масштабе, в одной графике и очень быстро. Это, наверное, достаточно частый запрос, то есть это 10 закрытых городов Хрусатома, которые ребята рассматривали и там что-то по ним принимали какие-то потом решения. Безусловно, нередкая тоже ситуация, когда человек работает в масштабе мира, ну, там, территории РЭП. Иногда это что-то вот про какие-то землетрясения, иногда это, мне нравятся тоже такие карты, которые, ну, как бы, вскрывают наши особенности, да, расселения, связности. Вот, допустим, причем графика, как вы понимаете, достаточно примитивная, но уже этому, значит, вот уже такому результату я рад. То есть человек подумал, поставил какую-то гипотезу, подобрал какую-то стилизацию, причем именно на этом примере человек начал, то есть студент использовал оверпост турбо, то есть я еще этого не знал. Все, хватит, не получалось, сейчас мы это активно используем. То есть аэропорты публичные, вот оранжевые это вокзалы, да, вот они вот такой более светко связанные, а потом уже синенькие-то пассажирские порты. В принципе, да, есть и такие ситуации, когда мы работаем с рельефом, но сейчас в этом направлении, как бы, я скорее стараюсь смотреть в области проприетарных данных, то есть покупки по каким-то территориям реального нормального дэма. Ну, то есть, там, не знаю, 12 метров очень сильно отличаются от СРТМ-30. Вот, и ты понимаешь, ну, как бы, что с учетом еще всех этих, всего этого шума, становится немножко грустно. Ну и, конечно же, даже бывает удивительно, ну, как обычная ситуация, студент говорит, зачем мне это нужно? Там разные совершенно направления, пром, градостроители, которые занимаются зданиями, и теоретики, которые вообще занимаются теорией архитектуры, и там изучают какой-то архитектор. И, конечно, в случае ГИС бывают такие яркие работы, когда там в Мексике какой-то рассматривается архитектор местный, и просто картографируются его постройки, и получается одновременно база данных по ним. То есть, ну, понятно, что применений много. Безусловно, они, в первую очередь, выливаются в какой-то графический язык и в красивую картинку, которая должна как-то убеждать и сразу впечатлять своим масштабом на детальности. Вот, но аналитическое направление у нас тоже присутствует. Это вот к вопросу, тут был замечательный доклад, давно я слежу про вот этот пешеход расчет, в общем, использование род, как он называется, End Planner. End Road Planner. Да, да, извиняюсь, End Road Planner. И я также озабочен там вопросом расчета пешеходной доступности или навигации. Мне больше, так как я работал в этом генплане, я занимался непосредственно расчетом бассейнов видимости объектов культурного наследия, поэтому мы как бы озабочены всегда высотностью. То есть, чтобы получить потом ДЭМ, да, то есть цифрово-модельный отсот, по которым будет считаться этот бассейн видимости. В том числе и микроклиматические истории, где, кстати, поверхности всех покрытий тоже важны, потому что где трава – это одна история с микроклиматом городским, где асфальт – другая совершенно. Ну и сюда приплетается, естественно, все расчеты инсоляции, но такой именно генергетической, а не которая у нас по Санкину. Вот, то есть в двух словах сейчас и даже вопросы 3D, как раз недавно я тут мучил какого-то энтузиаста… Меня. Кого я мучил? А, ну вот приятно познакомиться, да-да-да-да. Соединен. Да. А что сразу не подожжевал? Решил потом. Потом, да, эффектно вступить, да. Я сначала его не узнал, потом когда его узнал… Да-да-да, но реально, то есть смысл в чем? Ну понятно, что стало вдруг ясно, что билдинг-парты не отображаются на этих выгрузках. А для нас это важно, потому что этажность, показывать схему этажности, какие-то делать 3D-модели без разновысотных объемов – это получается достаточно сильной такой ошибкой. И вот я мучил нашего коллегу, чтобы он мне объяснил вот эти простые принципы, благодаря ему в этом разобрался и что-то там даже сделал. У нас стоит основная сейчас задача, допустим, по выгрузке это в 3D, потому что, ну вот, я пробовал это делать через… из Ken, как он называется? Ну, короче, для Josmo вот этот плагинчик. Да, там есть экспорт в общ или какой-то формат, но там явно не возникают какие-то проблемы, ну и проблемы с единицами и так далее. Вот, сейчас я освоил эту историю с кугисту 3GS, которые методом после каких-то там преобразований ты получаешь чистенькие очень модели, красивые, по рельефу, выстроенные с хранением материалов, которые ты задал при стилизации. Вот, в общем, я просто на самом деле такой introduction, то есть я хотел рассказать, примерно, о чем я занимаюсь и что давно слежу за деятельностью всех наших GIS-энтузиастов, ну, относительно здорово. Вот, и очень рад тому, что мне удается, скажешь, сейчас рассказать об этом коротко на этом событии. Ждите новостей про новый поток. Вот, мне кажется, буду признательным отзывом о новом потоке вот этих регистрантов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ